всем привет в четвертом туре вас всех конечно интересует что же произошло сейчас дойдем всему свое время итак е4 конь c6 ну ход шутка потому что на мой взгляд после до 4 до 5 черных все хорошо а после кони в 3 е5 черные избежали скажем гамбитную северный гамбит избежали центральный дебют то есть я просто меньше нагружаю свою память но правда сегодня это не помогло кони в 6 нагружаю меньше не хочу учить гамбит эванса за черных потому что он мне нравится за белых иногда поигрываю его вот после d3 все-таки слон на c5 партия с лавриком показала что со слоном на е7 у меня какие-то не лучшие отношения вот и я решил пойти по партии закаряна мой противник тоже ее видел опять конь d2 рокировка h3 h6 это все теория которую я мучительно вспоминал а4 слон b5 дай ну и вот слон b5 принципиальный ход на партии закаряном мы уже уклонились и здесь я вспомнил проход слон d7 белом невыгодно бить на а4 потому что вот в этой позиции у черных очень сильный ход ферзь а8 на ладе и 2 кстати тоже ферзь а8 у черных все великолепно как только белый конь куда-то идет черные забирают немножко материала назад и остаются с тремя пешками и отличной игрой сейчас на король g1 например слон бьет h3 возможно если же h то ферзь а7 шах и бедному королю некуда ходить вот но к сожалению для меня вот это я помнил а конь f1 я не успел посмотреть опять готовлю странно угадывать времени катастрофически не хватает угадываю то что будет и не успеваю посмотреть главную линию то есть но если вчера допустим в главной линии надо было но потратить еще минут наверное 20-30 ну то есть сегодня с учетом того что я это все учил когда но не так давно в июне за доской пялился как баран на новые ворота пока что конь е7 я нашел себе силы исполнить это все теория конь бьет d7 d4 здесь я мучительно вспоминал на b6 или на a7 надо отводить слона вспомнил что на b6 и сильнейший ход ферзь c2 в этой позиции вспомнил мой противник ну и все и по сути на этом партия закончилась после долгих раздумий я забыл что здесь надо бить на d4 ходить d5 и c5 и в этой позиции у черных полный порядок вот как играть дальше у меня записано почему я не мог прочитать вот это все перед партия узнал только после партии ну за это мне вообще стыдно то есть это вопиющий непрофессионализм и я надеюсь что это именно вот этот турнир и эта партия последняя в которой я подошел так не профессионально вот а сыграл я вместо человеческого хода еды вот рука тянулась пойти еды и d5 а сыграл я f5 и после д е взял f е зевнув взятие на d6 то есть просто грубейший зевок нельзя бить на f3 из-за д е думаю ладно буду играть без пешки но без пешки это пол беды тут белок был неплохой ход как мне кажется конь d4 с идеей поставить слона на е3 и бороться против изолятора вот но конь h2 тоже неплохо конь c6 слон е3 пешка d пошла вперед но здесь может быть стоило закинуть качество то есть и биться без качества не знаю потому что что я получил после конца 4 слон бьет h6 по сути вот 21 ход и можно уже черным сдаваться совершенно очевидно что нельзя брать на 6 то есть здесь даже считать варианты не надо то есть это белое явно не для вечного шаха сделали сейчас ладья заходит на же 62 коня подключаются уже 5 же 4 откуда хотите то есть у черных весь ферзевый фланг стороне и конечно стоило дать моему противнику завершить партию именно так это было бы вообще достойным наказанием но помню что вчера я спас совершенно безнадежную позицию я решил еще чуть-чуть посопротивляться не заметив хода конь g5 грозит мат на h7 на f2 бить надо и же 6 ходить надо дальше идет форсаж ферзь h4 конь f8 слон е1 конь g6 и белые выиграли третью пешку они пока вторую вторую пешку да надо куда-то отступать ферзем если взять на а6 то белые просто разменяются на е5 срубят на е1 висит конь на е5 и черный король полностью открытый спастись понятно что невозможно поэтому несмотря на отсутствие двух пешек бежим в эшпиль к сожалению нельзя убежать на и всем давайте покажу почему тут у меня голова начала нормально работать но уже поздно конь бьет d5 и партия заканчивается на король бьет d5 просто ферзь бьет b7 ферзь бьет a8 сейчас ладья с d1 хочет подключиться конь хочет шаг на f4 дать да и на c7 тоже не прочь вот ну и я ушел король h8 то есть в веншпиле короля всегда гоните в угол говорил кто-то из недавно познакомившись с этой игрой ферзь d1 к сожалению в этом углу еще и мат грозит ферзь h5 то есть из последних сил я нашел от этого защиту но теряется 3 пешка и здесь совершил очередной зевок слон h4 то есть но я долго считал слон g3 может быть это объективные сильнейшие впрочем мне не понравилось что на слон g3 у белых по моему что мне не понравилось то белые не бьют на f7 по моему мне не понравилось что белые могут слон g5 защитить коня который расположен здорово вот меняться или не меняться это решать в дальнейшем и подай угрожает но сейчас объясню почему слон g3 все-таки не пошло мне не понравилось слон g5 и самое противное что вот ладьяна f1 очень хочет встать достойного способа от этого спастись я не видел с таким королем конечно даже будь пешка на g7 еще у черных лучше чем переход в эршпиль ничего не придумать но если взять на d5 то после конь бьет d5 этот конь идет на f6 и черный король все равно в матовой сети поэтому такой вот зевок ну как бы я понимал что ну я зевнул размен что слонов мы размениваем коль же 6 это не зевок фигуры как бы да ну впрочем в плохой позиции как говорил доктор таруш все ходы плохие ладья е1 сейчас ладья лезет на е6 на е7 на е6 не пустил но к сожалению не успел забрать на b2 а б а б ну и дальше я думаю да мой противник грамотно вывел коня с h2 тут у меня была мысль сыграть конь g5 ну чтоб мало ли кони в 3 и мы перейдем владельничек вот очень хотелось перейти владельник без трех там как это не смешно звучит есть шансы на ничью ну давайте полу кооперативный вариант покажу вам скажем конь f3 взял но если пешкой то уже без двух и активный король еще есть а если к нему тут взяли взяли напали и если белая допустим начинают защищать пешку отсюда то пытаюсь зайти королем на g3 как на король же 2 ладья а2 шаг ну и в общем вот в этой позиции мне казалось что у меня шансы есть висит на b3 под рентгеном пешка c3 но в общем очень такая мощная активность фигур дает мне иллюзии что я могу спастись не пошел я конь g5 из-за того что белая просто конь f1 выбивают более опасного коня коня на d4 сохраняют может быть стоило на это пойти потому что здесь вот сейчас я смотрю есть какой-то конь е4 напал на c3 на g3 но впрочем сами понимаете трех пешек не хватает может быть сопротивляться я мог упорней а спастись вряд ли в общем после конь d6 конь f3 конь е4 пешки пошли вперед а после ладья а2 еще и король начал двигаться ладья b2 это я просто зевнул что после ладья е2 если я отойду на b1 то последует просто коль d2 вилка с очередным разменом а потом вперед побегут пешки ж и аж и начнут ставить мат но после ладья бьет е2 коль бьет е2 понятно что никаких шансов на спасение у черных нет но белые играли очень мне понравилось как мой противник реализовывал отправил пешки вперед то есть до b3 не добраться там всегда коль на d4 встанет король оказался в клетке не может выйти в центр в обуче основе в 5 поставить и я бы наверное поборолся пришлось менять еще лошадок ну и белые плюют на одну из двух пешек ради активизации короля отличный ресурс я хотел здесь сдаться сразу потому что ну то есть я изначально себя сказал что если мой противник королев 2 найдет надо по-хорошему сдаст а с другой стороны странно сдаваться когда вот только что был без трех пешек а сейчас будут без двух то есть вроде уменьшил количество проигранного материала можно было взять на g5 на оценку это не влияет король тогда пойдет к пешке b7 и пешка аж меня отвлекут вот ну и здесь тоже мне понравилось на конь c6 очень сильный ход король е4 таким треугольником передал очередь хода и вперед побежали пешки то есть реализация на очень высоком уровне кони в 4 ну правда с тремя пешками конечно любой скажет что я бы смог не хуже и наверняка есть еще пара десятков способов выиграть тот эншпиль который получился тем не менее мне понравилось как меня обыграли получил массу удовольствия правда немножко не того которое хотелось бы получить к сожалению для черных нет удовлетворительной защиты от конь g6 и конь е7 если сыграть конь h4 то просто король е6 и цукцванг ну в общем вот такие дела завтра играю с чемпионкой азии в своем возрасте лейлой табермаковой всем рекомендую подписаться на цен если у вас притормаживают youtube цен наверное притормаживать не будет там я тоже выкладываю ролики то есть туда тоже потихоньку переносятся мои ролики с южно-сахалинской и с этого вот все что сыграно всадки уже там все спасибо за внимание до завтра